теперь по поводу про послушайте вот здесь все очень взрослые люди и уже опытные мы с вами я сейчас не буду просить чтобы вы это все вот так как я скажу отражали в своих материалах вы или влияли на на прессу там или как я просто вам вот знаете хочу вам лично сказать напомнить какие-то вещи ведь мир избавлен от крупномасштабных воин и военных конфликтов мы с вами все об этом знаем благодаря так называемому стратегическую баланс у которого был достигнут после того как две супер ядерные державы договорились фактически о сдерживании и в росте наступательных вооружений и о сдерживании в системах противоракетной обороны потому что для всех понятно если одна сторона развивает противоракетную оборону успешнее чем вторая то она приобретает преимущество у нее появляется искушение использовать это оружие 1 поэтому это один из краеугольных камней международной безопасности система против противоракетной обороны и договоренности в этой сфере я далек от того чтобы кого-то ругать обвинять в чем но когда наши партнеры американские вышли в одностороннем порядке они нанесли колоссальный удар по или вот это был первый удар по международной по международной стабильности точки зрения возможности нарушения баланса сил стратегического тогда я сказал ну мы сейчас не можем развивать эти эти технологии поскольку а дорого во вторых что неизвестно как они будут работать мы не будем трассу деньги палить мы пойдем по другому пути мы будем совершенствовать ударные системы чтобы сохранить баланс только для этого и для чтобы угрожать кому-то нам ответили ну да это вот не наша система про не против вас а то что вы делаете мы исходим с той что это не против нас но и делать еще хотите я думаю что такое столько вопроса она связана с тем я уже говорил по моему сегодня на пленарном заседании связано было с тем что это с начала двухтысячных годов россия находилась очень сложном положении развал экономики значит фактически гражданская война и борьба с терроризмом на 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 кавказе оборонная промышленность в развале вооруженные силы в ужасном состоянии но кому в голову приходилось что россия сможет наращивать и стратегические вооружения наверное думали о том что пройдет не некоторое время имеющиеся доставшиеся от советского союза вооружение будут деградировать поэтому сказать да делайте что хотите но мы предупреждали что мы будем это делать мы сказали об этом и мы делаем я вас уверяю сегодня на россия добилась существенных успехов на этом пути я сейчас не буду всего перечислять но мы модернизировали наши комплексы и успешно развиваем новые поколения я уже не говорю о системах преодоления системы противоракетной обороны но наши партнеры несмотря на все наши возражения на все наши предложения о реальном сотрудничестве не хотят с нами сотрудничать отвергают все наши предложения и действует по самому плану я сейчас не буду некоторые вещи считаю даже пока не корректным говорить публично можете мне верить можете не верить мы предлагали конкретный элемент конкретный вариант сотрудничества они реально все были отклонены но вот все таки пришли к тому что сейчас построили систему про в в румынии говорили это все время о чем нам нужно защититься от иранской ядерной угрозы где ядерная угроза иранская ее нет договор подписали уже и причем соединенные штаты были по сути инициаторами этого договора с ираном мы помогли мы поддержали но если бы не позиция сша не было бы этого договора это безусловно заслуга президента обама потому что я считаю это договор правильный он разрядил ситуацию вокруг ирана и президент обама может записать это безусловно в свой послужной список как результат своей работы на этом направлении но угрозы нет а система про продолжает строиться значит мы были правы когда говорили что нас обманывают с нами не искренне ссылаясь на на якобы имеющийся иранской ядерной угрозы при строительстве системы про ну так оно и есть на самом деле в очередной раз пытались нас надуть сейчас построили эту систему сейчас ставят нам ракеты так но вам должно быть известно что ракеты эти закладываются в капсулу которые используются для пусков на ракет средней дальности томагавк морского базирования значит туда закладывают сейчас антиракеты способные поражать цели на расстоянии 500 километров но мы знаем технологии развиваются мы примерно знаем в каком году примерно американцы получат новую ракету которая будет уже не 500 километров а 1000 а потом больше и с этого момента они начнут угрожать нашему ядерному потенциалу мы по годам знаем что будет происходить и они знают что мы знаем это вам только вешают лапшу на уши как у нас говорят а вы в свою очередь вижу и вешайте своему населению и люди не чувствуют опасности вот мечу беспокоит но как вот как мы не можем понять мы мы тащим мир вообще в совершенно новое измерение вот в чем проблема делают вид что как будто ничего не происходит но я не знаю даже как достучаться и о чем говорят это часть оборонного потенциала не наступательного это значит системы которые которые призваны оградить агрессию это неправда это не так система стратегическая система противоракетной обороны это часть наступательного стратегического потенциала и все это работает в единой связке с наступательными ударными комплексами одни прикрывают одни наносят упреждающий удар высокоточным оружием другие прикрывают от ядерного ответного удара третье значит наносит сами ядерный удар это все в комплексе решается в комплексе современном не ядерного исполнения высокоточным оружия значит ну ладно вот эти противоракеты которые будут развиваться и будут все больше и больше нам угрожать но вот в эти чехлы куда закладывается антиракета я же сказал что они берутся с кораблей и там эти шахты так скажем используется для томогавка но там можно вообще просто за несколько часов поставить туда томогавки и все и это уже никакие не противоракет откуда мы знаем что там в этих шахтах находится нужно просто изменить программу все это работа абсолютно незаметно не по да румыне никто не будут знать что там происходит и что допускают румын туда что никто не будет знать не румыне не будут знать не поляки не будут знать я знаю как это делается но это на мой взгляд это большая опасность вот когда-то мы обсуждали с нашими партнерами американскими у них была идея создания баллистических ракет в неядерном исполнении и мы им тогда сказали слушайте но вы понимаете что это такое или нет вот у вас будут стартовать ракеты с подводных лодок с территории стартует баллистическая ракета мы же не знаем есть там ядерная головка или нет какая на какую какую угрозу вы будете создавать но насколько нам известно сегодня эта программа не осуществляется они ее остановили пока но это продолжают к чему это все придет я не знаю но мы но я знаю точно что мы вынуждены будем отвечать только я уже заранее знаю чтобы нас будут обвинять в агрессивном опять в агрессивном поведении хотя это только ответ но ясно что мы должны будем обеспечить безопасность не только свою нам очень важно обеспечить стратегический баланс и мире еще раз вернусь к этому и закончу ответ на этот вопрос с того с чего начал вот именно стратегический баланс обеспечил нагарантировал мир на планете гарантировал нас от крупных вооруженных конфликтах за последние 70 лет и это благо хоть оно такое знаете основанное как бы на взаимной угрозе но тем не менее взаимная угроза она обеспечила нам глобальный мир на протяжении десятилетий на как его можно разрушить так я не знаю мне кажется что это очень опасно не только кажется я в этом уверен да соединенные штаты не разрабатывают якобы наступательного оружия во всяком случае общественности об этом не известно хотя наверняка разрабатывают но мы даже сейчас спрашивать об этом не будем мы знаем что разработки идут но мы сейчас сделаем вид что мы об этом не знаем не разрабатывают но что мы знаем это то что в соединенных штатах активно разрабатывается и уже внедряется система противоракетной обороны до сегодня она не эффективна и мы точно не знаем будет ли она вообще когда-нибудь эффективно но теоретически она ведь для этого и создается значит опять же гипотетически мы исходим из того что когда-то наступит момент когда на возможная угроза со стороны наших ядерных сил будет полностью нейтрализованы сегодняшних ядерных сил россии а если это так то это означает что баланс будет абсолютно нарушен и что у одной из сторон возникнет ощущение полной безопасности а значит это развязывает ей руки не только в локальных а возможно уже и в глобальных конфликтах мы же с вами сейчас дискутируем я не хочу никого подозревать в какой-то агрессивности но система отношения это также как математика она не имеет личного измерения и мы должны конечно это реагировать как или так же как вы и строить многомиллиардную противоракетную систему система противоракетной обороны либо имея в виду наши возможности сегодняшние энергии экономические финансовые ответить асимметрично чтобы все поняли что да система противоракетной обороны есть но она в отношении россии бессмысленно потому что у нас есть такое оружие которое легко преодолевает вот мы по этому пути пойдем это дешевле для нас но это никак не направлено против самих соединенных штатов я полностью согласен с если вы говорите что система про не направлены против нас то и наше новое оружие не направлены против вас